Поздравление с Днём Защитника Отечества принимают все мужчины и люди, связанные с военной службой. В честь праздника телеканал подготовил сюжет об участниках военных действий из Казанского университета. В разные годы участниками военных действий становились как работники, так и студенты вуза. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло по разным оценкам от 720 до 800 человек. А свидетелями интернациональных войн стали 22 преподавателя. В память об ушедших на фронт ежегодно проводятся Марши Победы. Вернуться домой народным героям помогла хорошая физическая и моральная подготовка. Командир роты задал вопрос в свое время, когда распределяли уже по местам службы, задал вопрос, куда вы хотите. Но я беззадей мысли сказал, мне без разницы куда, только лишь бы теплее было. В 2 утра поднимают и до 6-7 вечера 25 километров полный вытаскивают. То есть учили хорошо. Армейскую подготовку часто называют школой настоящего мужчины. К тем, кто прошел ее с честью и готов отдать долг Отечеству, формируется особое отношение. Когда вижу, что ребята служили в армии, мне к ним больше доверия. По жизни мне очень пригодилось, потому что когда видели, конечно, в служебном списке, что человек был на такой службе, то уже это было как рекомендация. Участники войн часто сталкивались с жестокой реальностью. Потери товарищей и урон, наносимый противнику, оставили на них свой отпечаток. Я помню тех ребят, с кем я был, но до Газня они, конечно, не доехали. То есть там произошла перестрелка, ну как можно назвать перестрелка, просто по машине ударили с гранатомета и практически все погибли. Я в кино вам показываю, чем больше как капусты нарубил бойцов, тем лучше. Это неправда. С той стороны хотят жить, и с этой стороны хотят жить. Перенесенные потери закалили характер участников военных действий. На их мужестве, силе и отваге во многом построено благополучие нашей страны. Поэтому День защитника Отечества стал национальным торжеством, восхваляющим боинскую доблесть. У нас прекрасная страна. Это страна, где мы родились, которая нас вырастила. И каждый из нас защитник Отечества на своем месте, делая посильный труд во благо Отечества. Телеканал Универ ТВ поздравляет с Днем Боинской Славы всех мужчин и людей, связанных с военной службой. Ариадна Кугушева, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюз. День защитника Отечества